Андрей Миссюля – бригадир отряда, который едет на главную стройку страны – атомную станцию. К слову, Брестский вуз – единственный, чьи студенты трудятся на данном объекте. Работа ответственная, но молодой человек уверен, что и он, и его товарищи с поставленными задачами справятся. Тем более, что работать на станцию они едут уже не в первый раз. Это стройка, конечно, масштабных размеров, и очень приятно побывать там. Я уже там был не первый раз, и уже шесть вахт я там отработал. И самое приятное, это когда в конце вахта ты смотришь на проделанную работу, и то, что это мы с моими товарищами, коллегами, ребятами, одногруппниками сделали такой объем своими руками. И это, конечно, получается от этого большое удовольствие. Всего в текущем 2016 году координаторы студотрядовского движения вуза планируют трудоустроить около 1 тысячи человек. Цифра амбициозная, но план выполним. К тому же студенты технического университета имеют возможность работать не только в летний период. Трудовые отряды функционируют на протяжении всего года. Сегодня на базе нашего университета происходит открытие третьего трудового семестра лета 2016 года. Студенческие отряды принимают участие все факультеты, потому что, несмотря на то, что разные есть отряды, сервисные, строительные, все факультеты задействованы. Что ожидаем? Ну, несмотря на то, что открытие сейчас уже, ребята уже круглодично у нас устроены. То есть на сегодняшний момент у нас проработало уже более 300 человек. Студенческие отряды – это в первую очередь возможность получения дополнительного дохода и необходимого трудового опыта. Но есть и еще один фактор в пользу такого летнего времяпрепровождения. Романтику студотрядовского движения никто не отменял. Новое знакомство, яркие эмоции, впечатления, работа и отдых к кругу друзей играют не последнюю роль в том, что с каждым годом данная инициатива находит все больше приверженцев. И 2016-й, вероятнее всего, не станет исключением.